Привет, друзья! С вами Мороз Слайф. Сегодня хорошие новости, хотя погода, конечно, не важная, но я с вами делюсь сегодня новостями, которые, наконец-то, уже радуют Чехию. Идет массовое послабление, май, наконец-то, радует. Кто приедет в Чехию, уже готовьтесь, что на улице скоро уже можно будет ходить без масок. Как будет работать это правило? Все стандартно, если один человек на улице гуляет, никого рядом нет, ну, либо это семья, допустим, то можно спокойно ходить без масок. Вот, если же кто-то подходит к вам на расстояние ближе, чем 2 метра, то нужно одевать маску обязательно. Можно обычную хирургическую, это важно. Распираторы остаются в силе, они остаются в транспорте, в магазинах, кстати, по магазинам сейчас тоже дальше расскажу. То есть, это обязательно нужно использовать, то есть, респираторы остаются. Ну, а там по желанию, хотите, ходите на улице в респираторах, хотите в масках, то есть, как вам удобно. По поводу магазинов. Магазины, наконец-то, тоже все скоро открываются. Кто смотрел раньше видео, еще в начале мая открывались детские магазины, канцтовары, сейчас уже скоро открываются все магазины. То есть, можно будет ходить спокойно, примерять вещи, можно будет одеваться, скупляться. Ну, мы, в принципе, онлайн покупали все, нам это не проблема. Вот, но кому-то может быть эта проблема, и поэтому, пожалуйста, скоро уже все открывается. Следите за новостями Чехии, следите за нашим каналом. Также скоро открываются рестораны, кафешки, но, опять же, здесь там нюансы, на чешском, так сказать, подминке. То есть, определенные условия, с которыми нужно будет ходить в эти рестораны, либо можно, тут уже по желанию, кто как хочет, кто прям не может без ресторанов. Ну, это, как правило, Чехи. С тестами можно будет ходить, либо с ПЦР, либо с антигенами, можно с тестами с работы и так дальше. Скоро тоже открываются все школы. Я вам сейчас хочу, кстати, показать. Вот стадиончик, на котором занимается моя дотя. То есть, у них физкультура проходит, уже, кстати, началась физкультура в школах. Если на улице тепло, ну, не такая погода, как сегодня, то они выходят и вот бегают на таком стадионе, занимаются там всякими упражнениями и так дальше. То есть, все на воздухе, в спортзалах внутри заниматься пока, к сожалению, нельзя. То есть, либо, если индивидуальное какое-то занятие, один на один. То есть, один учитель, один ребенок. Ну, а группы, как сами понимаете, по 25 человек, там по 20 человек, то тут, к сожалению, только на улице. Опять же, если позволяет погода. Погода пока сейчас не радует сильно, не совсем такая майская погода. Дубарина сегодня плюс 5, вот, вышел погулять, сделать свой челлендж. Кто не в курсе, я занимался 30 дней на брусьях, кто хочет посмотреть, как это было, заходите в Инстаграм. Там все контакты под видео, как зайти, как подписаться, как посмотреть то, что делал. Поэтому очень интересно. Ну, а потом позже выложу видео, как я это все делал. Вот, так что сегодня последний день, все сделал. Короче, ребят, жизнь налаживается, все хорошо, вакцинируются люди. Уже в Чехии первой прививкой, на секундочку, вакцинировалось почти два с чем-то миллиона человек, второй уже миллион. И все это добровольно. Я вам так скажу, в нашем городе за день вакцинируется от 700 до 1000 человек. За один день, добровольно, были группы людей. То есть, сначала были там самые больные люди, которые с хроническими болезнями. Потом уже шли на спад по возрасту. Сейчас добровольно идут люди, которым 45-50. А уже с конца мая, начало июня уже будут идти и другие все группы. То есть, кто что хочет, идет, вакцинируется по желанию. Мы пока не знаем, будем ли вакцинироваться или нет. Потому что, вроде бы, ЕС запускает паспорта, специальные ковид-паспорта, которые дадут возможность путешествовать всем вокруг, кто куда хочет. Так, ребят, сейчас ветерок чуть-чуть продует, чтобы было слышно. Так вот, запускается скоро это тоже все в действии. Поэтому, не знаю, будем ли делать или не будем делать. Но самое главное, что добровольно в этом паспорте будет указана дата вакцинирования, какой вакциной это все было сделано. И самое важное, также там будут еще указаны и тесты. ПЦР, антигены, когда делалось сроки и так дальше. То есть, это все будет в этом паспорте. Опять же, это информация, которая еще досконально не проверена, потому что только новости. Как будет на самом деле, будем смотреть дальше. Еще один момент важный. Опять же, ходит слух, что ЕС скоро откроет границы для туристов. Соответственно, возможно, возможно, будет безвиз, возможно, будет туристическая виза. Я точно не знаю, ребят. Не думайте, что это видео сейчас вам всем скажет вперед, поехали по безвизу, куда глаза глядят. Не знаю, как это все будет, поэтому следим за новостями. Пока это на уровне слухов. Что у нас? У нас, в принципе, все стандартно. Работаем, отдыхаем. Погода не позволяет сильно путешествовать, потому что холодно на выходных, как правило. Вот, ну, мы пытаемся вырываться. Скоро потеплеет. Так что будем куда-то ехать, снимать что-то. Новые места вам показывать. Планируем и в Карлштейн поехать, и в другие места. По поводу того, чем мы занимаемся сейчас долго. Сейчас очень активно и начали изучать чешский язык. Три раза в неделю идут у нас курсы с Чехинститутом. Кстати, очень приятно, что с нами занимаются тоже наши подписчики. Владимир, вам привет, если смотрите. Поэтому, ребят, кто хочет заниматься языком, кому нужно развиваться, кому нужно не стоять на месте, а понимать ту культуру, понимать традиции, понимать сам вообще язык, как правильно произносить. Потому что для нас, честно, было открытие. Мы думали, что та, ну, а один, что там, ничего сложного нету с первого занятия. Вроде все просто. А на самом деле куча таких нюансов. К примеру, для меня лично такое слово, как трамвай, оно всегда было в мужском роде. Оказывается, в чешском это женский род. Вот, или, например, риже. Это рис. Рис у нас мужской род. Вот у них рис, это риже женский род. И для меня, честно, эти окончания... То есть я понимаю сейчас, насколько мы неправильно говорили с чехами. То есть они нас понимают, как на уровне твоя-моя не понимать. Так что бы такого не было. Для этого мы решили пройти эти курсы, себя чуть-чуть усовершенствовать по разговору, ну и дальше заниматься. Опять же, ребят, хочу сказать, кому это нужно, кому это важно. Все ссылки есть под видео, в описании. Заходите туда. Там есть промокода специальные по скидкам. Там есть и на страхование очень хорошие скидки. И на школу языковую, Чехинститут, там есть хорошие скидки. Заходите, вводите наши промокода, получайте себе бонусы, привилегии. Занимайтесь, учитесь, и все у вас будет крутяк. Также есть ссылки на переводы денег. На первые переводы, кто регистрируется, пользуется, получает бесплатно, там до 15 тысяч крон через TransferWise, PaySend, TransferGo. Все абсолютно есть, пожалуйста. Ну и по трудоустройству, ребят, вот реальный отзыв, который был недавно, мы записали с ребятами, с Лиром и с Panasonic'ом об этих заводах. Так вот, ребят, была эта информация, пожалуйста, о трудоустройстве. Проверенные ребята, которые помогают делать документы. Вот, кстати, сейчас пришли уже документы в мае месяце. Пойдут ребята на работу, поэтому уже документы получили. Сейчас только подаются и вперед. Так что вперед, все в ваших руках. Ну, а мы увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.